Я туда выпрыгиваю. Проезжаю под зелёный на скетофоре и уже дальше сам не понимаю, откуда-то машина мне наперерез. Вот эта белая, да? Да, а тут получается, я уже поворот-то проехал, откуда она вынырнула? Вот оттуда, с той стороны, да? Нет, она со стороны области. Отсюда вот так вот мне мырнула. Ага. Под меня. И удар вам уже не уйти никуда было? Ну а куда мне уйти? Я вот по асфальту еду ровно по своей полосе, на зелёный проезжаю светофор и эта машина мне прямо морду бьёт. Машина как? Вот, 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 получается, морду мне бьёт. Слушайте, ну такой удар-то сильнейший. Ох, они шли, видать, на скорости, хотели туда, наверное, в сторону эту, пролететь. Только получается пролететь, и как туда пролететь, поворот-то дальше, вот. Судя по обломкам, обломки-то, видите, откуда. Тех, кто находился в Ладе к моменту нашего приезда в карете скорой, осматривали врачи. Пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. В больницу доставлена и пассажирка Киа. 78-летняя женщина находилась на заднем пассажирском сидении. Медицинская помощь потребовалась и женщине, которая сидела рядом с водителем Киа. Все пострадавшие госпитализированы. На месте работало несколько экипажей ДПС и представителей МЧС. По данным ГИБДД, водители столкнувшихся автомобилей были трезвы. Обстоятельства аварии уточняются. Утром 3 февраля в региональном следственном комитете состоялся брифинг по поводу завершения расследования уголовного дела в отношении шести мужчин, обвиняемых в ряде убийств, подстрекательстве к убийствам и их организации. Предварительным следствием установлено, что в конце 2001 года киллерами банды «Тверские волки» или «Ломовские» было совершено заказное убийство предпринимателя в городе Кимра Тверской области. Этими же киллерами этой же банды в феврале 2002 года на территории города Твери было совершено заказное убийство представителей Чеченской республики. Одним из киллеров банды также по заказу было совершено убийство предпринимателя в городе Торжок Тверской области в апреле 2002 года. Киллерами данной банды в июле 2002 года было совершено убийство по найму лица, занимавшегося реализацией алкогольной продукции. В каждом убийстве есть заказчики, они же организаторы преступлений. Всем троим предъявлено обвинение. Двое под стражей, один по состоянию здоровья под подпиской о невыезде. Еще раз отметим, убийства совершались с ноября 2001 по июль 2002 года. То, что мы сейчас вменили исполнителям и заказчикам, это четыре трупа, четыре потерпевших. Заказчики, они ранее судимы? Ранее попадали в поле зрения правоохранительства? Нет, никто из них ранее не судим. Один привлекался к уголовной ответственности, но не за преступление против жизни, против личности. Там коррупционное было преступление. Убивали ради раздела каких-то коммерческих интересов? Это деньги? Мотив какой? Где-то коммерческие интересы, где-то личные неприязненные отношения. Более 18 лет по приостановленным уголовным делам проводилась оперативно-следственная работа. В ходе работы по уголовному делу, возбужденному по факту убийства Михаила Круга, Агеевым была написана явка с повинной о совершении убийства совместно с Баскаковым, предпринимателем, в городе Кимра Тверской области. Соответственно, данное уголовное дело было возобновлено. Показания Агеева, Баскакова были проверены, нашли свое отражение полностью в материалах уголовного дела. Они оба показали на месте происшествия, как именно убивали, каким способом. Все это полностью подтверждено как протоколом осмотра места происшествия, так и заключениями судебных экспертиз, в том числе медицинской, медико-криминалистической, биологической судебных экспертиз. Соответственно, были установлены свидетели, о которых нам называли обвиняемые. Свидетели дали показания, которые подтвердили их слова, и следствием была собрана полная картина происшествия. Соответственно, также по каждому из эпизодов. В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 проверок показаний на месте. Выполнено свыше 15 экспертиз. Уголовное дело насчитывает 30 томов. На наш вопрос, есть ли вероятность, что вскоре откроются подробности других преступлений, мы получили от следствия такой ответ. Данные лица уже были осуждены, причем осуждены дважды, если говорить о каких-то серийных преступлениях. У каждого из них есть еще судимости за единичные. Скажем, Осипов осужден за убийство Веселова, Агеев осужден за убийство в городе Калязин. По одному человеку, по своим личным мотивам. А что касается совершения преступлений в интересах банды и в составе банды, то они уже были осуждены в 2009 году, в 2014 году. И я не исключаю, что они могут дать еще какие-то показания. Дело удалось довести до суда благодаря взаимодействию нескольких правоохранительных структур. В одной связке работали следователи регионального следственного комитета. Криминалисты регионального СК и Главного управления криминалистики Следственного комитета России. Оперативники областного УМВД и сотрудники УФСИН России. Именно заказчиков убийства до приговора суда следствие не разглашает. Известно лишь, что это успешные предприниматели из Твери, Кимр и Торжка. Что касается Агеева, Осипова и Баскакова, то они уже осуждены к пожизненному лишению свободы. Какое наказание ждет преступников за новые эпизоды, мы сообщим позже. Как нам стало известно во время нахождения в неволе, один из обвиняемых пожизненно осужденный Осипов получает третье высшее образование. На сей раз по организации гостиничного бизнеса.